Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Лето, как выясняется, для кого-то пора не отпусков и активной работы. Уже сейчас, проезжая по федеральным трассам на территории нашего Забайкалья, можно заметить ремонт дорог, массовые объезды и заторы. Но все это во благо вам, уважаемые автомобилисты, привыкшие ругать сначала плохие дороги, а потом то, что проводится ремонт. Введение управления федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края три трассы. Чита-Забайкальск, Иркутск-Чита и Чита-Хабаровск. Общей протяженностью 1615 километров. На дорогах расположено 1868 искусственных сооружений, из них 1620 водопропускных труб и 248 мостов. В 2014 году на содержание капитальный ремонт и ремонт автодорог федерального значения было потрачено более 5 миллиардов рублей. Тогда в эксплуатацию ввели 5 мостов и более 133 километров дорог. В текущий же год для управления дороги будет не менее продуктивным. На ремонт наших тысячных километров планируется потратить 5,8 миллиардов рублей, которые в принципе уже начали осваиваться. На автодороге Чита-Забайкальск в 2015 году отремонтируют 61 километр дороги и 7 мостов. На Чита-Хабаровск 7 километров и 2 моста. На Иркутск-Чита 77 километров дорог и 3 искусственных сооружения. Все работы эти идут у нас с использованием новых для нас технологий. Это в первую очередь горячее ремиксирование, ремикс плюс технология, и суперспрейджет, поверхностная обработка уже поверху идет. Там же, где меняем покрытие, то там щебеночный мастичный асфальт для бетона сидит. Специалисты есть, специалисты как из других регионов, так и наши местные. Вот, скажем, по тем технологиям, которые с цементобетоном, это Новосибирская автодорога у нас организация, ну, безусловно, с привлечением наших сотрудников, проживающих здесь у нас в регионе. По то, что я называл суперспрейджет, ремикс плюс, это также организация родом, будем говорить, из Омска, но на сегодняшний день у нее здесь три дочерних предприятия, и, соответственно, так сказать, это тоже наши люди. Все это воспитывается, да, это привносится извне, но чтобы это здесь прижилось, это необходимые условия. А так, в дальнейшем, безусловно, мы очень рассчитываем на то, что эти технологии здесь приживутся, потому что без них у нас не будет хорошо. Благодаря таким технологиям Федеральное дорожное агентство планирует до конца 2018 года привести в нормативное состояние не менее 85% протяженности дорог, находящихся в ведомстве управления. Понимаете, мы сейчас достаточно тонко работаем с этими, мы учим не только физико-механический состав, да, вот, для тех же каменных материалов, тех же битумов, мы изучаем и химический их состав, так сказать, более углубленно подходим. И это вот, поскольку тот же камень из каждого карьера разный, тот же битум из каждой партии, он также, так сказать, разный по своим химическим характеристикам, соответственно, вот здесь вот приходится достаточно, для нас это достаточно новая работа, вот, то есть очень тщательно приходится подбирать составы тех же смесей. Так что нашим автомобилистам придется потерпеть и уже к 2018 году ездить по хорошим, качественным дорогам с новым покрытием. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Загонфору.